Особое мнение на 101FM Народный день матери, я думаю, что еще не поздно Поздравить мам наших слушательниц С этой датой пожелать благополучия Здоровья умных, здоровых Воспитанных, хороших, прилежных Детей, да? Да, поздравляю Присоединяюсь, поздравления Мы сегодня будем говорить, я думаю, всю программу Этому посвятим, мероприятие очень большое Масштабное, прошло в середине ноября В нашем городе, мы анонсировали Говорили об этом заранее И тут логично поговорить Об итогах, ну или вернее О тех шагах, которые далее будут Предприниматься форума На тему профилактика социального сиротства Жить и воспитываться в семье Масштабное мероприятие Которое собрало более 300 человек Из более чем 60 регионов Нашей страны В том числе и онлайн трансляция была Возможность у людей из других регионов была Присоединиться 2500 участников онлайн 2500 онлайн это только зарегистрированных Были официально зарегистрированных Но и трансляция предполагалась Больше количества участников То есть от региона Мы знаем, что если шла регистрация Одного участника То есть это был представитель Либо учреждения Либо министерства Какого-то там профильного Мы понимали, что в аудитории Там точка подключения Могла собирать Несколько десятков человек Ну и конечно Нужно упомянуть о том Что непосредственное участие Принимал уполномоченный При президенте Российской Федерации По правам ребенка Мария Львова-Белова Внимание такое большое в этом году Федеральный уполномоченный Уделяется нашему региону Нашему городу Почему именно Киров стал Центром обсуждения этих вопросов? Действительно, Владимир Мария Алексеевна приезжает к нам Уже второй раз За неполные пять месяцев Второй визит И это говорит о Первое, о желании региона Вообще погружаться В те вопросы, которые поднимаются И не случайно В рамках первого визита В июле месяца Собственно говоря Этот визит закончился тем Что Мария Алексеевна И Александр Валентинович Соколов Наш губернатор Как раз приняли решение О проведении в Кирове Всероссийского большого Такого форума Профилактика Социального всероссия Жить и воспитываться в семье Это было предложение региона И лично Губернатора Мария Алексеевна поддержала Наш регион Преследовал Собственно говоря Одну цель Собрать на нашей площадке Всех Практически всех Крупнейших специалистов В этой отрасли Все регионы Для того, чтобы Ну И свой В какой-то части Опыт показать Но в большей степени Посмотреть тот опыт Который есть в других регионах Посмотреть и пилотные проекты Которые Идут В рамках Деятельности Аппарата Федерального Полномоченного Вот И Хочу сказать, что При подготовке К этому форуму Когда мы готовили программу С федеральным аппаратом Нужно Еще раз подчеркнуть Что у нас действительно В очном Формате Участвовало более 300 человек Которые Приехали к нам Со всей страны География Очень широко Представлены В частности Наши коллеги Уполномоченные По правам ребенка Были представлены Коллегами Ну у нас Приезжал Калининград Например Хабаровск Магадан Якутск Вообще Делегация Якутска Была Наверное Одной из Таких Многочисленных Очная То есть Разные представители Разных ведомств Это очень Интересно Вот Очень Широкая География Представительства И Как уже было сказано Там В онлайн Большое количество Специалистов Подключалось Вот И когда Мы готовили Программу С федеральным аппаратом То Изначально Как раз Позиция федерального аппарата Была Запрос От нашего региона Сделать программу Максимально Практической Максимально То есть Это без лишних Знаете Как бывает Вот форум Мы проехались По каким-то площадкам Посмотрели учреждения Потом Послушали Там выступления Ну там Спикеров Ну и все То есть Здесь максимально Форум был Двухдневный Полноценный форум Был спланирован Ну вот Второй день Был полностью Посвящен Проектным Мастерским То есть Это площадки На которых Практики Собирались И обсуждали Там разные вопросы Первый день То же самое Пленарка была Пленарное заседание Максимально Короткое Была панельная Дискуссия Вечером Было Показ И обсуждение Двух фильмов Один из которых Наш дорогие Мама и папа Который был снят В городе Кирове Известная картина Получившая Да уже Известность В этой тематике То есть Исключительно Практика Практика Ориентированная Это очень Здорово Ну вот Коллеги Которые Уехали Мы сейчас Можем Говорить Все Отмечают Очень высокий Организации Как с точки зрения Принимающей Стороны У нас Логистика Достаточно Сложная То есть Это Большое количество Гостиниц На такое Количество Людей Да И Возможность Ну хотя бы Чуть-чуть Культурную Программу Показать Там Хотя бы Ну чуть-чуть Город Но и С точки зрения Все-таки Содержания Наполнения Вот этих Площадок Проектных Мастерских Все отмечали Очень высокое Качество У нас Я уже говорил Приехало Большое количество Специалистов Приехало Количество Большое Экспертов Федеральных В частности Например Марина Владимировна Гордеева Это руководитель Фонда Поддержки Детей Значит В трудной Жизненной Ситуации Федеральный Оровень И Вот Те Новые Там Моменты Которые Сейчас Есть В частности Были показаны Например К нам Приехало 12 Пилотов 12 Пилотных Регионов Это Один из Пилотных Проектов Направлений Марии Алексеевны Беловой Это проект 04 Он называется 0-4 Это Дети В возрасте От нуля До четырех Лет Как раз В основном Форум Отталкивался От этой Тематики То есть Те регионы Которые У себя Начали Первые Этот проект Реализовать Кировская Оласть Не входит В этот список Сразу скажу Кировская Оласть Не входит Но Мы Естественно Не могли Остаться В стороне Что такое Проект 04 Буквально Да В чем суть Это Проект Целью проекта И является Повышение В дошкольных Организациях Воспитывающих В господарственных Учердениях И Снижение На 15% Вероятности Оставления Ребенка В возрасте До 4 лет В учреждениях И Приобретение Статуса Социального Сироты А это Владимир Валерьевич Это самая Такая проблемная Категория От 0 до 4 лет То есть Чаще всего Именно в этом возрасте Дети попадают В развечные Организации Конечно нет Вот если мы Берем Сейчас Примительно К нашему региону То мы говорили И с Марией Алексеевной И с Нашими специалистами В нашем регионе Вот это Вот Если мы говорим О проблемах Жизнеустройства Сирот от 0 до 4 В семье Если возьмем Наши там Детский дом Надежда У нас в течение года Практически 100% сменяемость Этих детей То есть Они уходят в семью Но при этом Есть пополнение То есть Здесь вот Это не просто Там 0,4 Там Проблематика Для нас На мой взгляд Более проблематичная Ситуация Это Подростковое устройство То есть Для нас У нас Уже Постарше Да Ребят Сложность Это Но Это не значит Что эта проблема Для нас не актуальна И внутри Вот этой программы Там ведь Большое количество Составляющих Это не просто Как нам Вот этих детей Из этих государственных Учреждений Пристроить куда-то Там Либо в замечающие Семьи Либо Возвращение Кровной семье Это целый комплекс Мероприятий Собственно говоря И вот Под программы Там вот площадок Были посвящены Вот этим Ну например Там Сопровождение семьи То есть Это один аспект Второе Одна из площадок Которая На самом деле Наверное На наш Ну не то что удивление Но я могу сказать Что для нас всех Было Несколько неожиданным Самое большое количество Очных участников Зарегистрировавшихся Зарегистрировавшихся Именно На эту площадку Это Площадка Которая была Связана С проблемами Алкогольной И наркотической Зависимости То есть Она актуальна Для всех регионов Люди Которые приехали Они Как бы Были готовы Работать на этой площадке Потому что Проблема есть Проблема Там стопроцентно Не решена Ни в одном регионе И нам было Что рассказать Например Коллеги Очень интересно Был у нас опыт Трехстороннего Взаимодействия Уполномоченный По правам ребенка Наш наркологический Диспансер Елена Владимировна Тамина Выступала У нас совместно Такое Как бы И служба Судебных приставов То есть Для многих Было удивление Вообще наличие Для многих Слушайте Даже Делали нам Такой некий Комплимент О том Что во-первых Само присутствие Службы судебных приставов Здесь Во-вторых Удивительный Пример взаимодействия Вот мы После этого Многим нашим Коллегам Выслали Образец соглашения Которое мы Заключили Вот такое Трехстороннее Каким образом То есть Здесь Что за маршрут Такой Вот Причем здесь приставы Да Вот смотрите У нас есть Это одна из составляющих Там Этой работы По Возвращению Детей в семью То есть Она может быть Не в процентном отношении Не такая большая Но эта проблема есть Вот смотрите У нас есть Родители Которые Ограничены В родительских правах Которые Злоупотребляют Алкоголем Дети находятся В государственном Учреждении Соответственно Первое Эти лица Продолжают пить Второе Они не платят Элементы Соответственно В рамках взаимодействия Со службой Судебных приставов Значит Исполнительное Производство По Вот этим делам Оно затруднено То есть Если мы Очень Кратко скажу Да Если Нам удается Этих людей Пролечить И устроить на работу Судебные приставы Как раз Этими и занимаются То есть Если удается Их пролечить И устроить на работу То у них Появляется Возможность Вернуть детей И дети Возвращаются В семью То есть В данной ситуации В принципе Все стороны Удовлетворены Дети в семье Родители Пролечены Приставы Исполнительное Производство Своё Закрывают Ну естественно Семья Потом На контроле Конечно Конечно Но вот Это очень Вкратце На самом деле Эта работа Очень сложная Очень сложная Вот Но тематика Вот Одной из площадок Была вот такая И Опять же Возвращаясь К сути Проекта 0.4 То есть Здесь Есть несколько Моментов Которые Туда входят И которые Уже Реализованы Нами На территории Нашего региона Например Одна из площадок Была посвящена Протоколу Сообщения Диагноза При В случае Рождения Ребёнка С особенностями Это Ну вот Опять же Есть несколько Пилотных регионов По стране И мы Вот в этот Пилотный регион Входим Значит Принятие протокола Такого диагноза В регионе Значит Что это значит Это значит Что Опять же Очень так Вкратце скажу Если раньше Вот ко мне Как к уполномоченным Несколько лет назад Были обращения родителей Что в случае Рождения Ребёнка Например С синдромом Дауна Прямо В родовом зале Либо там В роддоме Говорилось Смотрите Мамочка Кто у вас родился Как бы Что он не такой Как все Сразу негативный Настрой Сразу такой посыл И вот как раз Практика отказов От новорожденных Вот такого плана Первые там Два дня Она была очень Серьёзно То есть Сейчас Во-первых Мы одни из первых В стране В Кировской области Значит Приняли Вот первый протокол Диагноза Он был Только по одной Нозологии Это ребёнок С хроносомной патологией Это синдром Дауна И сейчас Многие регионы Идут по этому пути То есть Они вот Только начинают Этот путь А мы сейчас Уже переходим К следующему То есть Вот мы уже Как бы во второй Линейке этих регионов Мы расширяем Этот протокол До большего количества Нозологий То есть Но это при этом Не исключительно документ Ну вот Что должен врач говорить Когда говорить Что он не должен говорить А там очень Большая системная работа Например Вот этот проект Включает в себя Обучение Специалистов В регионе Которые будут потом Обучать других врачей У нас У нас Два таких специалиста Уже В течение Ну во первых У нас протокол Был подписан Расширенный 14 ноября Так получилось За день до проведения Форума Непосредственно Опять же Мы стали Одним из первых Одним из первых в стране Кто принял Расширенный протокол Во вторых У нас уже Проучены Два специалиста Из системы Здравоохранения Два тренера Так называемых Которые сейчас Уже До конца года Будут работать Первые 75 Специалистов Ну в первую очередь В области медицины Здравоохранения Они как раз Вот этими знаниями Которые они получили В Москве Они ездили на Очное сестье Будут делиться То есть это Сопровождающие материалы В том числе Там Несколько На проверении Первое О том или ином Диагнозе Там О сложности С которой могут Столкнуться родителями Но при этом Говорится о том Что с этим Можно и нужно жить Второе перечень Организации Которые готовы Помочь Ну например Наша организация Дорога и добра Работающая с такими Девьями И нам Очень отрадно Говорить о том Что Елена Лянгузова Руководитель Дорога и добра Она сейчас Возглавляет Рабочую группу Приуполномоченном При президенте Российской Федерации По праву ребенка Как раз по протоколу Вот по этому протоколу То есть она Руководитель Рабочей группы По всем регионам Поздравляем Серьезный шаг Это опять же В том числе Благодаря тому Что мы Этот протокол Приняли с Большой Огромной долей Участия Нашей организации Дорога и добра Одни из первых В стране Вот Второй момент Который у нас Уже Который обсуждался На площадках И вот одна из Тематик Форума была посвящена Проектных мастерских Это маршрутизация детей Выявленных в ситуации Беспризорности Безнадзорности Создание комфортных условий При пребывании В медицинском стационаре Тоже Важное очень направление Это вот как раз Почему это связано С профилактикой Социального сиротства Этот вопрос Был поднят Еще летом Когда приезжала Мария Алексеевна И мы У нас Провели Мониторинг По Нашим По госпитализации Наших детей Вот Которые были Изъяты С семьей Которые попали Значит В медицинские Организации Первичные И которые Ну это порядок такой Порядок такой Да То есть ребенка берут И он должен куда-то Обследовать его нужно Нужно убедиться А вот дальше происходит то О чем говорила Алексеевна Уже сейчас на форуме И приводя уже не Историю нашего региона То есть когда Дети без медицинских показаний Находятся очень длительное время В больнице То есть они остаются И мы С простым языком Ребенок здоров абсолютно Ребенок здоров Но он лежит в больнице И рекорд Ну антирекорд Вот такой Нахождение В медицинском боксе В изолированном Причем инфекционном Это 131 день 131 день Это если взять 4 с лишним месяца То есть ребенок лежит Просто там Без медицинских показателей Он находится То есть И вот эта проблема То есть он Никуда не уходит То есть он не возвращается В семью Он не уходит В государственные учреждения То есть его статус В ряде случаев Не определен То есть вот так И вот таких случаев Такой госпитализации Без медицинских показаний Их большое количество И мы это убедились В том числе Летом у нас в регионе У нас конечно Вот таких цифр не было Но Были ситуации Когда там 30 дней 35-40 дней Дети находились А что причиной Это является Что так затягивается Ситуация Ну это вот Стандартная формулировка Отсутствие Надлежащего Межведомственного Замодействия Между всеми структурами То есть Эти вовремя документы Не послали Здесь вовремя Документы Не получили Ну вот И так далее И так далее И так далее И еще летом Говорилось как раз И этот момент Поднимался В том числе Вот на площадках Которые Которые были Посвящены Юридическим вопросам Как раз На форуме Особо Была Отмечена Вот Проблема И у нас И в других регионах У нас есть дети Например Ребенок находится В детском доме Но у него Нет статуса Ребенка Сироты Либо ребенка Оставшийся без Попечения родителей А есть заявление Матери Есть трехстороннее Соглашение Интересная По заявлению Но ситуация Она может возникнуть Такая ситуация Конечно Есть особенно Когда у нас Был еще дом Ребенка То в свое время Когда С этой тематикой Начинал ознакомиться До двух Третий детей В доме ребенка Малышей Это не были Дети-сироты Они находились По заявлению Родителей То есть В семье Видимо У мамы Сложилась Какая-то Сложная ситуация Либо это мама Студентка родила Либо это мама Которая У которой Проблема со здоровьем Либо что-то еще То есть Вот такая процедура Временно устройство На полгода Она предусмотрена Продление Тоже предусмотрено То есть Это Бывают разные Жизненные ситуации Это Ну возможно Но это не должно быть В таком объеме Понимаете В таких масштабах Что у нас Такое количество детей По заявлению родителей И получается Что Было отмечено Вот смотрите Значит Когда мы смотрим Документы А мы сейчас Вот Ну С лета Отдельным Блоком Сейчас работаем Из детских Домами И с органами опеки И с комиссиями По делам несовершеннолетних В районах Вот сейчас мы тоже Более пристально Скажем Вот этот момент Отсматриваем Когда Есть заявление От мамы Но они написаны Как будто Под копирку Все Значит И ситуация При которой Значит Как ребенок Оказывается Изначально То есть Ребенка Значит Из семьи Забрали Потому что Родители Допустим Находились в состоянии Алкогольного пьяни То есть Они были помещены Изначально По акту полиции Через три дня Родители Протезвели И Значит Ситуация Меняется Ввиду того Что они пишут Заявление То есть Ребенок И так уже Находился В детском доме Они пишут Заявление О том Что По соглашению И у нас Вот этот статус Плавно Перетекает Из акта полиции В ситуацию По соглашению Что там была Негативная ситуация А здесь вроде бы Она уже не такая Негативная Вроде как Всем удобно Да При этом Хотя ситуация Ну прям Она невеселая При этом В этом соглашении Вот то что Настораживает Больше всего И то Над чем мы сейчас Работаем все совместно Значит там не написано По какой причине А в чем причина То есть На полгода ребенка Хорошо Что Допустим Нам нужно решить Там жилищно-бытовые условия Либо мне нужно Устроиться на работу Либо мне нужно Вылечиться Чтобы получить Постоянный источник дохода То есть чтобы Устранить эти причины Да И Часто бывает Там через полгода Пишется там Ну Новое соглашение Опять на полгода В котором опять Не написано ничего А почему ребенок А что ты должен Или должна сделать На это время И такая знаете Ситуация там Очень удобная То есть Вот такая Мама Она ничего не делает Она не устраивается На работу Она не лечится От алкоголизма Она спокойно Где-то живет Ребенок находится В этой ситуации В государственном учреждении И вот Такая ситуация Вроде бы там Всех устраивает На самом деле Это ненормально В этой ситуации Родитель для понимания Он может навещать Он может навещать Да Конечно Это же по соглашению Может навещать Может общаться И так далее То есть Понимаете Это вот такая ситуация Во многих случаях Ну Ижедневенчество Со стороны родителей То есть Они не предпринимают Никаких мер По возвращению Этого ребенка в семьи То есть Эта ситуация Устраивает Ради бога Там ребенок Накормлен Напоен Сыт И вроде бы Как все хорошо При этом их не лишили Статуса родителей То есть Не Лишили Родительских прав Не ограничивали Родительских прав Алименты не взыскивают И так далее По достижении совершеннолетия Что с этим ребенком Он наделяется всеми Собственно Правами Нет Или там какие-то ограничения Нет Ну как правило Все равно Таких ситуаций Как Что ребенок Находится прямо Несколько лет Такого нет А такого нет Такого нет Ну 5-6 лет Там соглашения Продляться нет Не может Хотя В нашей практике Была ситуация Там Несколько лет назад Когда мы восстанавливали В правах Одну девушку Которая Ну 32 года уже Исполнилась на тот момент И Вопросы жилья Она получила квартиру Наконец-то в Кирове Но вот когда мы смотрели Всю историю Она 12 лет добивалась Вообще этого То есть мы выяснили Что на каждом Там Этапе ее жизненного пути Где-то система Давала сбой Например Она находилась В детском доме У нас здесь в Кирове На протяжении 8 лет 8 лет Не имея статуса Ребенка-сироты Ну вот так вот Это вот из этой же серии И родители прав Не были Душины Нет Нет Ну вот Вот поэтому Это все привело К тому К чему привело Вот Сейчас все-таки Вот Эта тема Очень важная Мы говорим о том Что За эти Там полгода Вся система Она должна работать На то Чтобы Там Максимально Первое Ребенок вернулся В кровную семью И все для этого Должно быть сделано То есть Нужно помочь маме Устроиться на работу Нужно избавиться От алкогольной Зависимости Либо Это связано С бытовыми Какими-то моментами Этот вопрос решить Вот Но Если нет Вообще Улучшения Никакого То вопрос По Устройству Ребенка Тоже должен быть решен Либо он должен Быстрее идти В замещающую семью Ну то есть Ее судьба Должна быть Определена А не просто Готон Вот У нас Воспитываться в семье Всероссийский форум С таким названием Прошел в Кирове В середине ноября Очень много Очень важных выводов Было сделано И я думаю Что Начинаний Для дальнейшей работы Вообще Владимир Валерьевич В плане социального сиротства Наш регион Он как По стране выглядит По количеству По статистике Ну в разных аспектах По разному То есть Мы не можем сказать Что у нас Самый Как бы Большой регион По количеству Детей сирот Вместе с тем У нас большое количество Учреждений Для детей сирот Вот И Ну тема Она была Есть и остается В одном Мы продвинулись Существенно Это предоставление Жилья Детям сиротам Это правда Как бы Мы на фоне Отработали Других регионов Выглядим гораздо лучше У нас есть регионы В которых там Десятилетиями Не могут получить Вместе с тем Мы понимаем Что Вот нам бы Эту статистику В идеале В идеале Свести К нулю Ну задача такая стоит И довольно давно Она уже Обозначена И вот когда в начале Нашего разговора Задавали вопрос Входим ли мы в этот пилот 0.4 Да Мы не входим в пилот Но мы сейчас Там официально Являемся Регионом Спутником То есть 12 пилотных регионов И мы регион Спутник То есть в принципе Мы делаем все то же самое Не входя официально Там в пилотный регион То есть у нас Те же самые задачи У нас Возможности Как бы Получения Той же самой информации В частности В 29 числа В Тюмени Состоится Там Семинар Такой большой Для вот 12 пилотных регионов Наш регион Тоже приглашен туда Наши специалисты Я очень надеюсь Что удастся съездить Всем кто хотел съездить И мы эту работу Вне зависимости от Считаемся мы пилотным Или не считаемся Мы проводили И будем проводить Вы немножко там затронули Юридические вопросы Они тоже в рамках форума Обсуждались А вообще по вашей оценке По оценке ваших коллег Законодательство Современное Российское Оно позволяет решать Проблемы стоящие Или его тоже нужно Совершенствовать Что-то изменять Вносить Конечно нужно Совершенствовать Потому что На каждой Из вот этих Проектных мастерских Которые были Отдельным блоком То есть по итогам Вот этот проект На мастерской Было Несколько Предложений Что может делать Полномоченный регион Что должны делать Региональные структуры И внесение Изменений Дополняем Законодательство Вот на каждой площадке Этот блок есть И Там действительно Есть Вопросы Которые В настоящий момент Не могут быть решены На уровне Региона Одного субъекта Я подозреваю Законодательство В первую очередь Федеральное Имеется Да Есть вопросы Которые Да Тем или иным образом Решаются В отдельных регионах Поэтому Это вот идет Ситуация Как бы снизу Один регион Потом два Потом три Вот Там Больше И потом Когда набирается Критическая масса Либо Все регионы Уже у себя Приняли Регионально Тогда можно Говорить о том Что давайте Это работает Федеральный закон А все-таки Иногда Требуется Все-таки Такой Свисток Сверху Обязательно Для того Чтобы это Начало работать Есть Нестыковки Есть разные Возможности У регионов В том числе И Ну в частности Там Обеспечение Жильем Либо там Социальные гарантии Там Очень Очень разные И В зависимости От этого Ну там Вопросы Возникает Что Там Какой-то Семье Выгоднее Прописаться В другом Регионе Там Подмосковье По возможности Для того Чтобы получать Более Широкий Пакет Мер В том числе Поэтому Конечно Необходимо Законодательное Регулирование Но Часть Этого вопроса Может быть решена На местном Уровне Я думаю Что Здесь Ну Ряд Даже уже После первого Приезда Марии Алексеевны У нас Было большое Количество Таких Рабочих Встреч И Первые Нормативные Документы Были сделаны Буквально Через 3 дня После отъезда Это Вопросы Межведомственного Заводействия Что нужно Поменять И Ну там В этом плане То есть Можно Достаточно Оперативно Решить На местном Уровне Но Если Не получается Тогда Конечно Нужно Все-таки Более Серьезно Стучаться Федеральной Структуры Буквально Три минуты У нас есть Для того Чтобы еще Основные Выводы Озвучить Первый Региональный Подростковый Слет Росподрост Тоже в ноябре Буквально Недавно Он состоялся Что это такое Что это значит На прошлой На прошлой неделе У нас состоялся Наш региональный Слет В рамках Большого Федерального Проекта Росподрост Мы На площадке Одного Из учреждений С помощью И при поддержке Нашего Детского Общественного Совета При поддержке Министерства Образования Общественный Совет Приуполномоченных Приуполномоченных По правам Ребенка Да У нас очень Активные Ребята Я очень Рад и горд Что они Львиную долю Мы принципиально Не Скажем так Не подпинывали Не вмешивались Они реально Большие молодцы Они организовали Этот слет Приглашением Большого количества Ребят Участников Подростков Как раз У нас Также было Несколько Площадок Дискуссионных На которых Они могли Обсудить Те вопросы Которые есть Разные Ребята Из разных Направлений У нас Было Военно-патриотическое У нас Было Краеведческое То есть Те проблемы Которые И творческое Те проблемы Которые Интересуют И волнуют Подростков Это очень На самом деле Было Интересное Мероприятие Мы Сейчас Ждем Итогов Этого Форума То есть Некого Свода Предложений Даже не в этом Мы ждем Реальных дел Которые Ребята Посмотрев на то Что делают Другие Будут делать И нам Очень понравилась Ситуация При которой Взрослые Для многих Взрослых Которые там Были Участвовали Было Откровение О том Что Оказывается Ребята Могут Делать Вот такое Например Проект Улицы Вятки Который Сделали Наши Опять же Ребята Из детского Общественного Совета Приуполновчив По правам Ребенка Сами То есть Полностью Монтировали Сами Взяли Тематику Это Улицы Которые Были Переименованы И так далее Они сказали Очень классный Проект Надо Побольше Детей Поменьше Взрослых Историков Которые Задействованы Но Это Инициатива Абсолютно Подростковая Которая Была реализована И самим Подростками Нашей поддержки Нашей поддержки Такой Небольшой Минимальной Она нужна была Необходима Мы всегда готовы Помочь Но Есть прекрасные Инициативы И Из вот таких Ребят Вырастают потом Инициаторы Но я могу сказать Что последние Только Например Проект Устройства Зоны Дворца Пионеров Дворца Мемориала Которая Много говорится В общественном пространстве Один из людей Которые там Сейчас есть Данил Краев Он был на студии Тоже делился Вы его видели То есть Это предыдущий Председатель Детского общественного Совета Приуполномочен По праву ребенка Мы очень рады Что инициативные Ребята Которые Идеи свои Могут воплотить Уже Выйдя в возрастную Жизнь Имеют возможность И в подростковом Возрасте Эти идеи Выдвигать Обмениваться И их могут увидеть Ну Подтвержу Там очень много Всего интересного Придумано Идеи масса Остается только пожелать Действительно успешной реализации Там же Много планов И по привлечению Всевозможных Организаций Структур И так далее Вот хотелось бы Чтобы конечно Откликались И шли На хороший Такой Плодотворный контакт На этом сегодня Завершаем Свою беседу Владимир Шабардин Уполномоченный По правам ребенка В Кировской области Всего доброго Спасибо Спасибо До свидания Особое мнение На 101FM